Как было дело? Вы работали, утепляли фасад. Мы утепляли фасад и начали перевешиваться на секцию, которая непосредственно над подъездом. Уже когда я собирался спускаться, мы услышали крик гражданки с седьмого этажа. Посмотрели, она начала оскорблять нас, угрожать, что поднимется, столкнет и что срежет веревки. Ну, собственно, после этих слов я посмотрел вниз и увидел, что уже один конец веревки болтается. А чем она срезала-то? Ножом кухонным. Максимально плохо, что могло произойти, это я бы уже висел внизу, ну, выше седьмого этажа. И спускаясь уже на землю, я бы не заметил, что веревка обрезанная, ну и просто бы соскочил. У нас уже был конфликт с ней в феврале, когда мы только зашивали все это пенопластом. Там она уже ругалась вместе с мужем, вылазил, он шатал мне веревку. Когда я приехал сюда сначала, перед выездом милиции, она меня просто послала. Когда здесь были сотрудники полиции, никакого эффекта это так же не дало, она отказалась с кровати. Матом ругалась? Да. Куда посылала? Ну, куда подальше. Ну, почти. Простите, друзья, стучат в дверь, уже целый день, я не могу ничего сделать, да, дом 137, шестая проситка, квартира 86, взламывают дверь. Ну, вы откройте, никто вам не взламывает. Женщина вызывает полицию. Вы их чуть на тот свет не отправили. Ну, вы же это понимаете? Дама с седьмого этажа не открывает дверь и грозится вызвать полицию на нас. То есть, получается, она чуть не отправила на тот свет ваших ремонтников. Сейчас она, по-моему, мотивировала тем, что там задели ее антенну. Вот как-то так. Из антенны готова отправить человека по на тот свет. Когда человек обрезает веревки работнику, я считаю, это прямая попытка убийства. Вы не боитесь дальше работать? Ну, мало ли что еще? Ну, пока, естественно, все работы будут приостановлены, пока будет идти разбирательство. А дальше, ну, как-то надо заканчивать все-таки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!